Российские военные Кремль все еще рассчитывает, что Россия сможет переломить ситуацию на фронте за счет мобилизованных. Слухи о второй волне мобилизаций не утихают, а еще в Москве все еще надеются на отставку Зеленского. Однако Путин о войне и отступлении из Херсона молчит уже почти две недели, вместо этого по видеосвязи открывая индюшачьи фермы. Это прямой эфир канал «Настоящее время» с главными новостями. К этому утру вас познакомлю я, меня зовут Алексей Александров. Здравствуйте. Если вы смотрите нас в фейсбуке или на ютуб-канале «Настоящего времени», обязательно подпишитесь и поставьте лайк этой трансляции, чтобы ее увидели как можно больше людей. Выезжать из страны из-за угрозы блэкаута по всей Украине не нужно. Об этом накануне заявил замглавы Офиса украинского президента Кирилл Тимошенко. По его словам, ситуация с энергетикой в стране будет зависеть от ракетных ударов по объектам инфраструктуры, однако областные власти в каждом регионе работают над разворачиванием пунктов обогрева в случае необходимости, а энергетики продолжают устранять последствия российских ракетных ударов. Напомню, в выходные генеральный директор крупнейшей в Украине частной энергетической компании «ДТЭК» Максим Тимченко в интервью BBC заявил, что украинцам следует подумать о выезде за границу на зиму. Это, по словам Тимченко, помогло бы снизить потребление электроэнергии в стране. Однако позже в пресс-службе компании уточнили, что сейчас в Украине нет чрезвычайной ситуации, которая требовала бы выезда за границу, и Тимченко не призывал всех выезжать из Украины. Но экономить электричество и не перегружать электросети накануне украинцев попросил президент страны Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении. По его словам, самая сложная ситуация с электричеством в Киеве и области, а также в Винницкой, Сумской, Тернопольской, Черкасской и Одесской областях. Конечно, энергетики, коммунальники, спасатели и все, кто залучены и работают по максимуму, но системная шкода нашей энергетике от ударов российских террористов настолько значна, что всем нашим людям и бизнесу стоит быть очень счастливыми и разносить споживания по годинам дня. Но при этом в дочерней кампании ТТЭКа заявляют, что украинцам придется жить в режиме отключения электричества как минимум до марта. Если новых российских ракетных ударов по энергообъектам не будет, то нагрузку на электросети удастся распределить и сократить время отключения света в украинских городах, но если обстрелы продолжатся, то отключения света в Украине могут стать еще длительнее. При этом в Одессе энергетическая инфраструктура, которая также страдала от ударов российских ракет, люди устроили протесты против отключения электроэнергии в регионе. Вот эти видео, которые вы сейчас видите, распространяли некоторые, в том числе одесские телеграм-каналы, и эту информацию, конечно же, сразу подхватили российские прокремлевские СМИ с заголовками, что одесситы протестуют против власти из-за отключения света. При этом на кадрах видно, что пара десятков молодых людей в Одессе, лишь пара десятков, ходят по пешеходному переходу, не давая проезжать автомобилистам. 21 век, а мы 4 суток без света! Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Брачук заявил, что на подобные акции протеста людей провоцируют выходить в некоторых телеграм-каналах, где распространяют фейковые тезисы. Например, о том, что в Одессе якобы нет света, потому что электричество перенаправляют в западные области Украины. А также тезисы о том, что якобы Украина даже во время войны экспортирует электричество за границу, на чем наживаются украинские чиновники. Якобы наживаются. После этого в соцсетях при этом появляются комментарии о том, как россияне поддерживают одесситов, которые страдают без света. И ряд таких сообщений из телеграм-каналов, например, собрали журналисты общественного телевидения Украины. Вот такие сообщения. Вчера дозвонились в Облэнерго. Открытым текстом сказали, что весь наш свет идет во Львов. На поселке нет света уже 15 часов. Почему мы, одесситы, должны страдать из-за того, что во Львове бандеровцы не могут скакать в темноте? Я же правильно понял. Мы отдаем нашу энергию им, а они приходят и ломают наши памятники, нашу культуру, наш язык. Для чего мы это делаем? Доброго вам дня. Имею вам сказать, что белгородцы и воронежцы переживают за всю Одессу. Читаем, переживаем за Одессу. На Львов и Киев нам плевать. Но Одесса – это таки Одесса. Братцы, держитесь. Скоро этой швале наступит конец. Ну вот, судя по этим сообщениям, воронежцы и белгородцы переживают за Одессу только в тот момент, когда там нет света. А вот то, что российские ракеты прилетают по Одессе, это воронежцев и белгородцев совершенно не волнует. Но, в общем, в реальности, в правдивости этих сообщений есть сомнения, потому что похожие нарративы российская пропаганда использовала в том числе весной 2014 года на пророссийских митингах на востоке Украины, которые тогда называли «Русское весно», и тогда знаменитой была фраза «Донбасс всю Украину кормит». Этой фразой объясняли, почему Донецкой и Луганской областям будет лучше отделиться от Украины, чтобы экономическая ситуация в этих регионах якобы улучшилась. И все это мы обсудим. К нашему эфиру присоединяется украинский политолог Олег Саакян. Олег, здравствуйте. Приветствую. Объясните, как вы оцениваете вот эти сообщения в телеграм-каналах и призывы к украинцам выходить на акции протеста против включения света? Как минимум забавны, поскольку они настолько вне контекста и настолько нарочито, скажем, инородны сегодняшнему социально-политическому, социально-политической жизни и настроениям населения в Украине, что они вызывают только лишь иронию, санказм, в общем, степы с различных уроков Украины. Сейчас можно зайти в социальную сеть и увидеть, сколько мемов относительно этого. Все началось еще с нету мочи терпеть эти адские муки, которые были переведены на украинский, как на Майя Сечи терпитов же эти адские борошна и подобные вещи, когда российские... Олег, я просусь, тут важно объяснить перевод нашим, например, российским зрителям, кто не владеет украинским языком. Последнее слово «борошно» — это вообще пшено, и неверный перевод слова «мука». Мука, там, где мочи переводятся, по сути, как мочи, там, где муки переводятся как мука, и, в общем, полное непонимание вообще ни языка, ни устройства его, и в целом контекста. То есть украинцы высмеивают то, что это настолько синтетически переслепленная, по сути, кампания, когда Зеленский говорил о том, что свою знаменитую уже речь, что без газа без вас, без электрики без вас, это была речь действительно как зов общества. Ее перепости, даже оппозиция, к ней апеллируют даже оппозиционные действия, что для Украины является беспрецедентным. Потому что она действительно отражает настроение населения. И в России просто российская власть, привыкшая к отрицанию вообще субъектности населения как такового, и считает, что есть просто вот манипуляции, элиты, в общем, все делают так, как в России. А в Украине власть любая всегда прислушивается к обществу. От социологии у нас власть зависима прямо, поскольку общество все время держит руку на пульсе относительно того, что говорит и что делает власть. И те протесты точные, даже которые по Украине периодически или негодования сейчас появляются из-за электричества, они не из-за отключений, они из-за несправедливых отключений. Например, где-то горит свет, а тут выбились из графика, и свет не горит уже больше там, чем день-два, хотя должен был бы быть. И это протест не против отключения. Это протест о том, что обратите внимание на нас, почему несправедливо сейчас распределяется. А когда пытаются выстроить здесь региональное противостояние, то всем смешно, поскольку все прекрасно понимают то, что Львов сейчас одна из самых уязвимых точек. И во Львове как раз, когда нет света, нет и воды, нет отопления даже. И вся Украина относится со страданием к тем городам, которые прилетают, и там, где как раз электричества нет. И украинское общество вошло в режим мобилизации. Причем быстрее даже не для государства. И сейчас как раз общество мобилизировано на длительную дистанцию. А определенная есть критика в отношении органов власти, что они остаются до сих пор еще в определенном спринт-забеге. Они не мобилизированы к длительному противостоянию, что, собственно, и показала слабая подготовка украинской обороны энергосистемы. Хотя при этом абсолютный героизм украинских энергетиков, которые в кратчайшие сроки демонстрируют небывалую стойкость. И нестойкость электросетей, и восстановление их, точно же, как и железнодорожники и остальные. Я вот сейчас как раз в Европе рядом встреч. И могу сказать то, что я от ряда западных коллег, аналитиков слышал, что они моделируют ситуацию по собственным энергетическим системам, по европейским моделям реагирования. И понимают то, что Украина демонстрирует небывалую стойкость. И удивляет даже специалистов этих сфер. — Олег, вы уверены, что никаких массовых протестов по этому поводу быть не может? И вообще в условиях войны способны ли украинцы какие-то протесты организовывать? Какое это недовольство властью выражать? — Нет, украинское общество выражает недовольство. И смотрите недавний скандал с назначениями в Национальный Олимпийский комитет, куда попали очень идиозные личности. И сначала по принципу «куби козу, продай козу». Часть этих личностей, в частности, времен Януковича, попросили. И таким образом власть попыталась скинуть негатив, но при этом оставить другую часть. И несмотря на это, один из депутатов, олимпийский чемпион, самих же «Слуг народа», выходит из Олимпийского комитета, следом за футболистами, следом за другими людьми. Говорят, что он не может там находиться, хотя возглавил его коллега по партии, но с одиозной, скажем, биографией. И плюс там множество других людей было заведено ним абсолютно, по словам этого депутата, скажем, карманно. И, соответственно, это сейчас нарастает, протест вокруг этого, и действительно, общество реагирует, элиты, в частности, спортивные, и власть никуда не может деться, и приходится прислушиваться. Поэтому протесты в Украине сейчас возможны. Они несколько поменяли форму, это не уличные протесты. Но широкое негодование, оно есть, и есть инструменты давления на власть, и власть прислушивается, никуда деться не может от этого. Демократия в Украине все же присутствует, несмотря даже на войну. Но надо понимать, что Россия не отдает себе отчет в одном. Они воюют не с украинской властью, не с украинским государством. Они-то нападали на слабое государство Украины, как им казалось. Но воюют они с украинским обществом. И на защиту государства стало общество. Поэтому, когда сейчас пытаются распространить подобные истории, они действуют на крайне маргинальные группы, которые не способны сейчас к мобилизации, ввиду того, что они депривированы, собственно, самим же поведением России. Уже не говоря о широких массах. Широкие массы просто с иронией и смехом воспринимают, поскольку от таких вбросов и информакомпаний российских даже не возникает ощущение угрозы. Всем прекрасно понятно, что оно не заходит, не откликается, и оно изначально выглядит крайне синтетическим и нелепым с точки зрения того, чем действительно обеспокоено и чем сейчас живет украинское общество. — Олег, я сейчас сделаю небольшой анонс. Дело в том, что в конце нашего эфира сегодня мы будем говорить с обозревателем российского издания «Медуза» Андреем Перцевым. Он, ссылаясь на источники в администрации президента России, пишет, что там вообще очень пессимистичное настроение, что война России проиграна, но при этом там еще верят в некое резкое изменение политической ситуации в Украине и отставку Зеленского. В общем, надеются на это. Вы можете как-то прокомментировать вот эти ожидания Кремля? Есть ли что-то сейчас, что вообще может привести к отставке Зеленского? — Мне сложно представить себе сейчас тематику, которая способна привести к отставке Зеленского. Я могу себе представить то, что может быть выражено как протест к нему, но чтобы это переросло в отставки, кризис политический и прочее, нет. Я себе не представляю. Власть достаточно имеет механизмов и инструментов реагирования. Она не аутична, не глухонима. Несмотря на все классическую, скажем, критику и нелюбовь к власти в Украине, общество достаточно ответственно относится сейчас к вопросам национальной безопасности. И, соответственно, я не думаю, что это возможно. Относительно России стратегии Кремля абсолютно понятны. Это день простоять, ночь продержаться, поскольку они ждут, чтобы либо ишах, либо под ишах, либо кто-то все-таки умер. Соответственно, поменялся контекст и, может быть, откроется какое-то окно возможности. Потому что при сегодняшней ситуации окна возможностей нет. Россия на всех порах, путинский режим, чится в пропасть. И всем уж абсолютно очевидно, что вся обреба идет сейчас не за сценарий победы для России, а сценарий не проигрыша. Вот они пытаются ухватиться за него. И тогда, возможно, если бы им удалось детонировать проблемы в Украине, это можно было бы конвертировать в какой-то вариант фиксации непоражения России. Ну, тут украинское общество долго запрягает, но если оно уже запряглось, то, поверьте, оно так просто не упустит уделы. В Украине и армия, и общество готовы освобождать всю территорию. Это подтверждает социология, это подтверждают срезы по социальным сетям. И даже то, что сейчас идет террор по критической инфраструктуре, энергетической, можете увидеть. Нет паники, нет истерических настроений в Украине. И, собственно, политическая даже жизнь идет своим чередом, несмотря на это. Олег, спасибо вам большое. Вот о том, почему все-таки в Кремле вообще еще надеются на отставку Зеленского, мы поговорим с Андреем Перцевым позднее. А это был украинский политолог Олег Сокян. Олег, спасибо вам огромное. Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей освобожденного полторы недели назад Херсона на зиму эвакуироваться из города. Причина – тяжелая коммунальная ситуация после ухода российских военных. Напомню, что, покидая город, россияне подорвали там все объекты инфраструктуры. В Херсоне нет электричества, нет тепла, нет воды. При этом эвакуация не является обязательной, говорят украинские власти. Но тем, кто на нее решится, обещают предоставить бесплатное жилье в западных регионах Украины. Накануне российские военные обстреляли жилые кварталы Херсона и соседнего села Антоновка. Как сообщили в офисе президента Украины, пролет был зафиксирован в одну из квартир в жилом доме. Погиб один человек, по меньшей мере четыре попали в больницу. В Херсоне все эти дни работает наш корреспондент Борис Сочалко. Этот свой день рождения Сергей запомнит на всю жизнь. Сегодня я встречал на полу, думаю, 57-й день рождения, на кухню забежал, жена в подвале, я на кухню забежал, сделал бутерброд себе с маслом и сижу пью. За полминуты до прилета он был в этом автомобиле. Вышел, отнес в летнюю кухню бутылку с водой. В городе нет водоснабжения. А вот здесь столб стоял, да. Держал эти пруты, пруты перебивало насквозь. 15-й прут резал осколками, а вот здесь столб стоял. И в него попало. Сергей живет недалеко от знаменитого Антоновского моста. Это самая горячая точка города. О том, насколько ухудшается ситуация в Херсоне, можно судить по его окраинах. Впервые за неделю поездок сюда я одену каску, потому что здесь не очень-то уже безопасно. Вот видите, это последствия буквально свежего прилета. И вот в таком состоянии приблизительно вся улица. А в конце улицы уже начинается Днепр. И туда, на первой венажерной, там вообще двухэтажный дом такой свалило, что не дай бог. Виктор – сосед Сергея. Его дом пока цел, но Виктор уже думает над планом «Б». Куда ехать, если дела станут совсем плохи? С вечера, всю ночь прямо так шарахло один за дневно. И такой треск, как будто деревья и металл трещит. Бу-бу-бу-бу. Да, вот эта ночь вышла и хорошо. План «Б» сейчас ищут многие жители прибережных районов Херсона. Анжела с сестрой соврали вещи и ушли, правда, недалеко, в центр города. Там спокойней. Пол третьего. 15 минут третьего прилетело. Прилетело. Заборы разрушены, машины нет. Ну, мы живы. К друзьям. К друзьям, да. Женщина говорит, во времена оккупации на ее улице было тихо. Рядом был ремонтный цех российской бронетехники. Говорит, военные местных не трогали. Но так везло не всем. А вот это еще одна пыточная, которую нашли в Херсоне. Не так давно полицейские показали журналистам первую, обнаруженную в городе пыточную. Она находилась в помещении местного СИЗО. Вот это находится в помещении местного лицея, в подвале. Видимо, вот в этих комнатках находились те, кто проводил допросы. Потому что здесь есть вот и кресло есть, и какой-то диван. Сами же допросы проводились, говорят, вон в той комнате. У них были документы с Белозерского войска. То есть сюда они привозили людей по документам. Они видели там адресы, кто где записан. Их привозили сюда, допытывали, насколько мы понимаем, для того, чтобы пресекти, возможно, партизанщину. В комнате для допросов бумаги, средства гигиены из солдатских комплексов и отдельно на полке книга «Русский характер». Рядом на полу коробки, как говорят украинские военные, откраденных ноутбуков. И соседняя комнатка для перекура после допросов. Попельничка самородная, выживняющая. И российские цигарки. Так что тут купа смертей. Тут, насколько мы имеем уявления, давали людям отпечатать. Всего на деоккупированной части области нашли четыре таких пыточных. Далеко не везде можно ходить свободно. А вот здесь доказательства, как сильно заминирован Херсон. Это одно из предприятий города. Здесь раньше находился штаб российской армии. И после того, как она ушла, оставила много таких сюрпризов. Видите, к дереву привязана растяжка. Это растяжка сигнальная. Есть и боевые. Валерий – местный охранник. Украинские саперы посоветовали ему далеко от своего поста, пока не заходить. Была вот тут. От этого дерева и до того дерева. Вот так они перекрывали. Там следы остались. Потом мы вот там дали. Растяжка была. Вот эти ворота. Я чуть не норовался на ней. Что украинские войска готовятся к штурму города, Валерий понял еще в конце августа. Тогда в Херсонский штаб российской армии прилетело пять ракет. Потом еще несколько по городу. Местные вспоминают, била украинская армия точно. Первые несколько дней после деоккупации Херсон праздновал. А когда эйфория прошла, вспоминает Сергей, все поняли, будет нелегко. Да, я знал, что это будет. Вы знали, что это будет? С первых дней, конечно. То есть, как только украинская армия зашла? Нет, я знал, как только расисты зашли. Я знал, что Херсон будет получать в конце. А да, а вот даже так? Я догадывался. Ну, а какая у них стратегия? Зайти, разбить, украсть, уйти. А потом обстрелять и все. Скажите, ну как лучше? Под россиянами, но без обстрелов? Или без россиян? Но вот в такой... Без россиян и россиян всех в могилу. Всех в могилу, блядь. Пид***ь, вы извините за выражение. Нафиг, я жил, блядь. Думал, старость встречу, блядь. Теперь что я буду делать? Кто мне будет помогать? У меня ни спин, ни рук, ни хи***а не могу уже. Здорово, ничего. Как я встречу старость? Борис Ичалко, Сергей Декун. Настоящее время. Украина. Российские военные могли сжигать тела своих погибших однополчан на городской свалке Херсона. Об этом пишет британская газета Guardian со ссылкой на слова местных жителей. Как говорят херсонцы, летом свалку оцепили оккупационные войска, а на въезде поставили блокпост. Затем местные жители видели, как российские грузовики с черными мешками приезжали на свалку, там что-то поджигали, и воздух наполнялся дымом и запахом горелой плоти. Так слова местных жителей пересказывает Guardian. Из чего люди сделали вывод, что там сжигали трупы. Но точно сказать, были это тела военных или гражданских, никто из собеседников газеты не смог. Украинские власти пока не комментировали этот материал. Однако, как пишет Guardian, в куче мусора на свалке до сих пор видны российские флаги, военные формы и каски. И в Херсоне после того, как его покинули российские войска, вероятно, придется взорвать здание Управления службы безопасности Украины. Такое предположение высказал представитель оперативного командования Юг украинской армии Владислав Назаров. По его словам, в здании заминирован каждый кабинет, и многие из заложенных мин относятся к неснимаемым устройствам, которые просто невозможно обезвредить, и Назаров опубликовал видео с миной, заложенный под принтер в одном из кабинетов здания Херсонского управления СБУ. Кабинет номер 50. Виявлено, что у нас виявлено в кабинеті. Нібито безлад. Заходь, делай что хочешь. Но натреноване око специалиста. Хлопцев выявило. Вот такой подоворончик. Неймовернейше. ML-7 на развантажение под принтером Canon. Встановлено на стильце. Вырезана мякушка. Мина ML-7 – это советская разработка, так называемая миноловушка. Если принтер на видео поднять, в то же мгновение прогремит взрыв. Мина неснимаемая, как я сказал, обезвредить ее другим способом, кроме подрыва, невозможно. И ранее украинские саперы из-за того, что просто не имели возможности разминировать здания, были вынуждены взорвать здания национальной полиции в Херсоне. Сколько еще зданий заминировано в городе, пока точно неизвестно. И уходя из города, как я говорил, российские военные не только минировали административные здания, но также подрывали котельные и здания Облэнерго. Как горожанам удается выживать в таких условиях, расскажет Юлия Горчева. Русские на той стороне. На той стороне, а чего что? Нам страшнее было, когда они были неадекватными людьми. Сергей – житель Херсона. Раз в несколько дней он запасается водой из Днепра, технической. Это правый берег Днепра, и с левого он уже несколько дней постоянно обстреливается. Однако люди все равно идут за водой. Другой в городе нет. Оно волнует, конечно. Страшно, чтобы не прилетело по домам. Так, конечно же, попривыкали к этим шумам. Но все равно страшно. Стреляют, а что же делать? Стреляют. Кто трусливые уезжали, а кто нетрусливые остались. Мария Жданова, жительница Херсона, уже в другом районе города, тоже на берегу Днепра, записается еще и питьевой водой. Местные бизнесмены разрешили населению брать ее бесплатно. Люди говорят, в таком режиме они уже около месяца без света, воды и отопления. Все, что получают в качестве гуманитарной помощи, расходуют очень бережно. Умилились все, а купаться подождем. Так, помилились немножко. Детвору купаем каждый день. Это страшно, но мы ощущаем свободу от того, что пришли из ССУ, от того, что пришли наши хлопцы. Это такое большое сердце. Ты ехала по городу, и это сердце больше от тебя. И оно рвется до тех солдат, и хочется обнимать им, сказать добрые слова. Это здорово, что наши зашли сюда, чтобы в конце победы дочекаться, дай Бог, чтобы быстрее. А этот центр Херсона на улицах полно людей. Многие выходят в город за гуманитарной помощью или просто, чтобы подзарядить телефоны. Уже несколько дней тут работают так называемые палатки несокрушимости. Тут тепло и есть электричество от генераторов. Местные власти говорят, о принудительной эвакуации речь не идет. Пока что. Глобальная эвакуация не предупреждается, хотя мы работаем над такой возможностью и за необходимостью. Если мы будем видеть серьезное погрешение ситуации, или если не будут решены коммунальные проблемы, и мы увидим, что людям нет возможности находиться, то, конечно, такое решение будет принято. Но на сегодняшний день мы делаем все для того, чтобы вернуть жизнь именно сюда. Украинские военные прогнозируют, что обстрелы Херсона российской армии будут только усиливаться. ВСУ готовится к шквалу ударов. Командир одной из воинских частей, которые первыми вошли в Херсон после освобождения, просматривает с помощью коптера позиции противника на левом берегу. Отлично. Затем снайперы ВСУ пытаются уничтожить позиции российских военных, стреляя с правого берега. Расстояние более тысячи метров. Говорят, в данный момент российская армия занимает оборонительные позиции по всей линии левобережья Днепра. Туда же подтягиваются и резервы. С каждым днем все больше и больше обстрелов города начинается. Ну, в частности, береговые линии и окраин города. Они начинают обстреливать, обстреливать. Ну, рано или поздно эта бомба взорвется и пойдет боестолкновение по полной, потому что противник подтянет уже все резервы, займет линию своей обороны. Но не всегда так делать. Пока что, несмотря на усиление обстрелов и отсутствие коммунальных услуг, очередей на выезд из Херсона нет. Местные жители говорят, кто хотел выехать, уже давно это сделал. Теперь большинство из них готовится к тяжелой зиме, но дома. Юлия Горичева. Настоящее время. Ну, за удары и обстрелы по мирным городам и по целым городам украинские власти, напомню, обвиняют Россию в терроризме. И кроме Украины, в разных формулировках правительство России уже назвали террористическим Эстония, Литва, Латвия, Польша и Чехия. А вчера парламентская ассамблея НАТО призвала страны-члены Альянса официально заявить, что российское государство при нынешнем режиме террористическое. Как это было и что это значит, расскажет моя коллега Заряна Степаненко. В парламентской ассамблее НАТО эта резолюция обрела абсолютную поддержку. Делегации, которая бы голосовала против или воздержалась бы, не была. С террористическим государством Россию все назвали единогласно. Таким образом, это вторая международная организация, которая приняла соответствующие решения. Первой стала парламентская ассамблея Совета Европы месяц назад. Призывают депутаты стран-членов НАТО и создать специальный международный трибунал, в рамках которого можно будет осудить виновных военных преступлениях, как их исполнителей, так и высшее военное руководство Федерации, пояснил глава украинской делегации в ассамблее Егор Чернев. Украина членом НАТО не является, но она страна-партнер Альянса, поэтому ее представители в соответствующей парламентской ассамблее есть. По видеосвязи перед тем, как голосовать, депутаты выслушали и президента Владимира Зеленского. Вбитый электрик, воду и теплопостачание зимой. А это и есть метою России. Это поставить жизнь миллионов людей под прямую загрозу. Это равнозначно использование оружия массового уничтожения. Абсолютный злочин. Поэтому будет правильным, если вы в своих парламентах вызнаете Россию державой-спонсором терроризма. Будет правильным, если ваши страны постоянно усилят вам санкции против России. Зеленский рассказал коллегам и о Запорожской АЭС, которая в выходные подверглась сильным обстрелам. Россия и Украина обвиняют друг друга. МАГАТЭ предупреждает, что подобные атаки могут привести к крупнейшей катастрофе. Украинский президент призвал членов НАТО во избежание опасных инцидентов и не только гарантировать полную защиту неба над Украиной. По его словам, если российские ракеты не смогут достигать мишеней, то России придется следовать формуле мира, приемлемой для Украины и Запада. А чтобы это стало возможным, нужно продолжать поддерживать Украину. В частности, в долгосрочной перспективе еще раз подчеркнул сегодня генсек НАТО, предостерегая парламентские делегации союзников от недооценки России, которая, по его словам, все еще способна причинять страдания украинскому народу. Если мы хотим исхода приемлемого для Украины, исхода, который гарантирует победу Украины как суверенной независимой демократической нации в Европе, и если хотим приемлемого политического решения, лучший способ добиться этого – оказать Украине военную поддержку. Увеличение военной поддержки, разработка плана по вступлению Украины в НАТО и создание механизма взыскания репараций из России. Эти пункты также содержит резолюция, которую накануне в Мадриде одобрила парламентская ассамблея Альянса. Что же касается признания России государством-террористом. В первую очередь, это зеркало настроений в западных парламентах, ну и политический посыл всем союзникам и их законодательным и исполнительным органам власти дать действиям России такую же характеристику. Напомню, это уже сделали парламенты Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Чехии, признав Россию государством-террористом. Аналогичную резолюцию готовит Европарламент. Голосование намечено в Страсбурге на эту неделю. Роль этих документов в том, что теоретически они могут стать почвой для дальнейшего юридического привлечения России к ответственности, считают украинские парламентарии и их союзники. В Москве же, в частности в Комитете Госдумы по иностранным делам, ранее заявляли, что никакого юридического значения они не имеют. Заряна Степаненко, Настоящее время, Брюссель. Матери и жены российских солдат-срочников и мобилизованных россиян провели пресс-конференцию в Москве, где рассказали, что происходит с их мужчинами на передовой в Украине и в приграничных зонах. Эти свидетельства противоречат официальным заявлениям Министерства обороны России о качестве подготовки мобилизованных, экипировки и службе в тылу. Главная претензия женщин при этом не в том, что их мужчины отправляют воевать против Украины, отправляют воевать в принципе, а в том, что отправляют их туда без подготовки и снаряжения. Время упущено, а люди гибнут. Так вот я хочу, и я приехала для этого сюда, чтобы сказать, я хочу, чтобы наша страна победила. Потому что это хуже, чем война, которая была с фашизмом. Фашисты, они воевали, но они нас ненавидели. Мы ненавидели так, как сейчас ненавидят эти украинцы, наши братья, наш Эргенс, наш народ. Они нас ненавидят. И здесь сейчас идет война, не СВО, не надо брать. Сейчас идет война. Идет война за выживание, потому что мы им даже как рабы не нужны. Мы фашистам были нужны как рабы, рабочая сила, так, оставить какое-то количество. Этим людям мы не нужны даже как рабы, мы должны это понять. Эта война, понимаете, сейчас идет начало крупномасштабной войны. И наша страна, может быть, просто быть исклюблена. Легче сказать, наша страна никогда не терпела поражения. Ну, вы знаете, мы на грани. Мы на грани, потому что у нас нет ни доверия, ни уважения к тем, кто нами командует. Потому что они не заслуживают этого уважения. Они сами дискредитировали себя. О пресс-конференции так называемого Совета матерей и жен, в которой по сообщениям вошли женщины из 89 городов России, заранее сообщали в соцсетях и звали туда представителей власти. Но ни чиновники от Минобороны, ни федеральные СМИ на встречу не приехали. И женщины на этой встрече, в том числе, жаловались нашему каналу на то, что происходит с их мобилизованными родными. «Где мой сын? Почему его туда отправят? Когда был разговор по телевизору, что будут мобилизованы и будут в тылу? В чем я здесь не права? Что я такого сделаю? Это мой сын. Он у меня единственный. Я буду идти до конца». «Скорее всего, чтобы моего сына и всех наших ребят из Татарстана забрали, в тыл убрали. Потом сами стоят на передовой. Молодые, не обученные. Они проходили в Казан-Экспорт, допустим. Два дня постреляли или один день постреляли. И стояли по 8 часов на строении». «Представьте, 18-20 лет ребятам. И два месяца с небольшим. Ничего они не делали. И вот так вот их ходил с автоматами. Один солдат тоже платил. Примерно, конечно, не было. Я с самого начала была не согласна с происходящим. «Ничего нет. Они все сами покупают. Мы им отправляем деньги, потому что гуманитарка никакая не доезжает. То есть ни воды, ни еды сами выживают. Требую, чтобы было грамотное командование, чтобы было все так, как вы сказали, что они будут в клуб, потому что они не обучены. Обучения у них как такового не было. Пару раз постреляли, пару черных гранатов. Все. Их отправили копать окопы. То есть, когда их отправляли на панель рядовую, никакого командования не было. Они на данный момент предоставлены сами себе. У них тоже нормально не объясняют, для чего. Вот для чего они там. Сначала говорили – зачистка, охранять что-то. Но по факту нет такого. Ну, поездка пришла, он сам собрался, пошел в военкомат. Хотя поездку бросили в таштого ящика. Он собрался, пошел в военкомат. Как бы, как он сказал, я не пойду, другой не пойдет, третий не пойдет. Ну, а кто же тогда пойдет, убьет. Вот. Но, честно говоря, сейчас вот я со своей стороны, оглядываясь назад и переживая весь этот ужас, который вот длится практически месяц. Ну, честно, я считаю, что я… Все, кто спрятался, наверное, вот, молодцы. Нехали на этом дело. Вот призывают россиян спасаться от мобилизации, но тех же, кто от мобилизации в России уже не спасся, но оказавшись в военных частях осознал, что все же не хочет отправляться на войну, в России начали показательно задерживать. На днях в российских телеграм-каналах появилось видео задержание двух отказников. Оно было снято в одной из воинских частей в Белгородской области. Военных по очереди вызывают к следователю перед строем других солдат на плацу. Следователь сообщает, что против них возбуждено уголовное дело за неисполнение приказа. После этого военным прямо на плацу заламывают руки и, хотя они не сопротивляются, уводят в автозак. Продолжение следует... Контрактник или на этом видео, или мобилизованный, точно неизвестно, но задерживать военных таким образом на территории военной части необходимости не было. В этом уверен адвокат Максим Гребенюк, который занимается защитой прав отказников. Вот это задержание он называет демонстративным. Мы считаем, что видео было снято в назидание другим потенциальным отказникам, но, собственно, проверить подлинное это видео мы не можем. Но все это происходит на фоне слухов о новой волне мобилизации в России. По данным источников издания Верска, она может начаться после Нового года, когда в России закончатся осенний призыв в армию. И о возможности второй волны мобилизации заявляют также и в Американском институте изучения войны. Более того, скрытая мобилизация в России продолжается и сейчас, считают аналитики. Российские власти при этом отрицают подготовку новой мобилизации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне заявил, что никаких обсуждений на этот счет в Кремле не ведут. Но, впрочем, вы помните, раньше Песков отрицал вообще саму возможность мобилизации в России в принципе. Тем не менее, о мобилизации Владимир Путин объявил 21 сентября. Согласно заявлениям чиновников, она длилась чуть более месяца, но указы о ее окончании Путин так и не подписал. Сейчас к нашему эфиру присоединяется пресс-секретарь фонда «Идите лесом». Это фонд, который помогает россиянам избежать мобилизации на войну против Украины. Иван Чувеляев в нашем эфире. Иван, здравствуйте. Доброе утро. Ну вот, есть ли у вас обращения от мобилизованных или их родственников, которые, мобилизованные, которые, попав в часть, поняли, что не хотят отправляться на фронт? У нас есть как обращения от мобилизованных, которые действительно говорили о том, что они не хотят на фронт и складывали оружие, например. Так и от мобилизованных. Это, конечно, тяжелый случай. И работать с ними особенно трудно, которые, в принципе, воевать хотят и готовы. И они говорят там, пожалуйста, мы готовы воевать, но они требуют там просто человеческого обращения с собой и каких-то нормальных условий, в которых они могут служить. Но случаев, в которых мобилизованные складывают оружие и отказываются продолжать участвовать непосредственно в боевых действиях, их действительно очень много. А каких больше? Каких случаев больше? Да, именно таких случаев много. Действительно много больше, чем случаев... Ну, это скорее исключение, да, то, о чем я говорил, что когда они требуют улучшения условий, и здесь мы, в общем, на самом деле особо ничем не можем, к сожалению, помочь, или, к счастью, уж не знаю. Но именно история о том, что на мобилизованных оказывается абсолютно экстраординарное давление, они подвергаются, ну, это можно назвать, наверное, даже психологическими пытками, то, что с ними происходит, когда они складывают оружие и отказываются, в общем, на передовую возвращаться. Расскажите, что после этого происходит? Ну, как правило, после этого происходит опять, как бы, надо иметь в виду, что обращаются к нам их родственники, по большей части, и мы знаем об этом с их слов, и это то, о чем они готовы рассказывать. Мы не знаем, в общем, полной картины, вполне возможно, что происходит нечто большее намного. Но, по словам родственников, как минимум их запирают в каких-то там школах и прочих помещениях. Повторяю, дело происходит на передовой. То есть это уже на территории Украины происходит? Да, это на территории Украины, это происходит непосредственно, да, на так называемых, на территории так называемых Луганской и Донецкой народных республик. И их запирают, на них оказывают давление, им угрожают. К ним приезжают всякие разные начальники при разных красивых погонах, рассказывают им о том, что на них будут заведены уголовные дела. Ну, собственно, на них оказывается ровно то давление, о котором вы только что говорили. Вот примерно это видео распространенное, которое сейчас обсуждают с задержанием военной части. Это как раз, оно достаточно наглядно иллюстрирует ту логику, которая внушается, и тот инструментарий, который против них используется. Иван, это такое первое видео, которое появилось вообще в сети. По-вашему, это какая-то массовая сейчас практика, что на этих людей заводят уголовные дела за неисполнение приказа? Ну, откуда же мы? Мы не знаем. У вас нет пока жалоб и таких историй? Мы не знаем, заводят ли на них реально уголовные дела, на то, что им угрожают уголовными делами. Ну, так простите, им угрожают уголовными делами уже в мобилизационном пункте. Им уже в военкоматах начинали угрожать. Поэтому это их любимая песня, которая заводится в любой непонятной ситуации. Ну, то есть, условно, Иван, я еще раз спрошу, то есть пока у вас жалоб именно на то, что людей стали сажать в тюрьму за отказ ехать на фронт, таких пока не было? Нет, нету. И вряд ли будут, я так думаю. Мне кажется, что это в порядке чистого шантажа. Какие сообщения к вам приходят не из тех частей, которые уже находятся на передовой, а из вот этих мобилизационных пунктов или центров подготовки? Там люди осознают вообще, что, наверное, это большой риск вообще ехать на войну, чтобы умереть? Ну, вообще говоря, во-первых, я не стану повторять, что далеко не все мобилизованы. Мягко говоря, далеко не все. Это очень небольшой процент. С большой охотой идут в военкоматы на мобилизационные пункты, получив повестку, и стремятся попасть скорее на фронт. Сплошь и рядом они там оказываются все тем же путем давления, манипуляций, огромного психологического давления и так далее. Им угрожают, ну, как бы, да, все видели эти истории, скажем, про мобилизованных, которых вообще держали в клетке, в клетках. Практически всегда, когда к нам обращаются люди, которые попали в учебку или которые даже попали в военкомат, они всегда говорят о том, что прежде чем ты уже попадаешь там к военкому или к офицеру для того, чтобы уже там оформить, чтобы там получить уже все необходимые документы, их содержат там буквально в карцерах такие комнаты, как правило, по их описаниям, без окон и без дверей. Видимо, они везде ее умудряются найти, реально в любом помещении, какую-то комнату большую, без окон, без дверей, куда можно набить человек 20. И они будут там сидеть без всякой связи, без всякого контакта. И, конечно, после такого, господи, человек будет готов идти вообще куда угодно. Хоть ехать воевать в Луганскую, Донецкую, Народные Республики, хоть куда. Потому что, правда, тяжелые, трудные условия, в которых они содержатся, это огромное психологическое давление. Говорят об условиях, говорят все о том же давлении, говорят о манипуляциях. Но, в принципе, сплошь и рядом, они пишут уже, они просто не успевают ничего даже написать из этих учебок и из этих частей, потому что их очень быстро кидают на фронт. Иван, у нас остается минута, я последний вопрос вам задам. А кого-то вытащить-то в итоге получается из тех, кто к вам обращается? Или вообще, в принципе, оттуда можно вырваться? Уверен, что, ну, слушайте, даже если невозможно вытащить человека его родственникам. Во-первых, да, во-первых, надо понимать. Они очень, они в смысле офицеры и военные. Постоянный их рефрен, они пытаются убедить солдат, они пытаются убедить мобилизованных, потому что ни в коем случае не надо придавать огласки. Вот они кидают огромные силы на то, чтобы не было огласки в никаких случаях вообще, чтобы об этом молчали. Это значит, что они этого боятся. Это значит, что они могут. И это значит, что это может сработать. Это значит, что это может подействовать. Это во-первых. Во-вторых, Иван, да, ваша мысль понятна, огласка помогает. Спасибо вам большое. Нам надо идти дальше по эфиру. Иван Чувеляев, пресс-старшеф фонда «Идите лесом». Иван, рад видеть вас в нашем эфире. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо. Мы год назад закладывали здесь камень. Разрешите нам вместе всем нажать на символическую кнопку, дав старт нашему объекту с обещанием, что в следующем году, в июне, мы выпустим первую продукцию. Пожалуйста, прошу вас. Пожалуйста, прошу вас. Сегодня в Тюменской области запускаются первые птицеводческие площадки племенного центра по производству индейки. Прежде всего, хочу поблагодарить всех, кто принял участие в реализации такого значимого проекта. Пожелать вам дальнейших успехов. Новый комплекс будет выпускать крайне нужную, востребованную продукцию. Инкубационные яйца, которые поступят непосредственно на предприятие для последующего выращивания птиц. Средняя живая масса одной головы цыпленка в возрасте 38 суток составляет 2,893 килограмма. Среднесуточный прирост живой массы составляет 75 грамм. А сохранность 98,5%. Они имеют чрезвычайно важное значение для экономики в целом, для повышения нашего суверенитета в такой важнейшей области, как агропромышленный комплекс. Вы, наверное, сейчас удивились, почему мы вам эти полторы минуты видео показали. Это президент России Владимир Путин по видеосвязи вчера открывал новую индюшачью ферму в Тюменской области. В сообщении на сайте Кремля, гордо названной племенным центром по воспроизводству индейки. Про суверенитет России Путин говорил, например, в сентябре, объявляя об аннексе украинских областей, а теперь вот говорит, открывая индюшачью ферму. При этом Путин так до сих пор и не прокомментировал отступление российской армии из Херсона, решение о котором было принято почти две недели назад. Зато вот ферму открыл. Кстати, сегодня у Путина, если верить журналистам Крыльмского пула, также много важных дел. Сегодня он опять по видеосвязи примет участие в церемонии поднятия российского флага на атомном ледоколе Урала и спуске на воду атомного ледокола Якутия. Откроет памятник Фиделю Кастро, а также обсудит с лидером Куба перспективы развития российско-кубинского стратегического партнерства. Скажет ли он что-то про Херсон сегодня, мы, конечно, не знаем. Но между тем, отступление из Херсона стало очень болезненным событием для российских элит, утверждает российское издание «Медуза», ссылаясь на источники, близкие к администрации президента и российскому правительству. Собеседник «Медузы», близкий к предпринимателям из ближнего круга Владимира Путина, высказался еще жестче. Дальше цитата. «Пошло понимание, настоящую войну мы проиграли, люди начинают думать о том, как жить дальше, какое место в будущем хотели бы занять, какую ставку сделать и на чем играть». Конец цитаты. При этом в политическом блоке администрации президента России настроены оптимистично. Один из собеседников «Медузы» пояснил, что в Кремле по-прежнему надеется, что на Западе развалится консенсус поддержки Украины из-за необходимости в дешевых энергоносителях. А еще в Кремле верят, что через несколько месяцев российская армия станет более боеспособна из-за мобилизации и сможет переломить ситуацию на фронте. И автор этого материала, разговор, с которым я уже сегодня анонсировал, обозреватель «Медузы» Андрей Перцев сейчас присоединяется к нашему эфиру. Андрей, здравствуй, спасибо, что нашел время. Андрей, слышали ты меня? А я вот Андрея не слышу, я надеюсь, что сейчас нам получится эту связь с Андреем наладить. Андрей? Да, 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 я все слышу. Сейчас звук есть. Расскажи, пожалуйста, можно ли сказать, что на Старой площади, где находится администрация президента России, пессимистичное настроение, что война России проиграна, эти настроения нарастают с каждым днем? Ну, на Старой площади, да, где администрация президента все-таки более оптимистичное настроение, да, а вот в каких-то кругах, связанных с бизнесом, да, близким к Путину, крупным бизнесом, правительственных кругах, да, там достаточно пессимистичное настроение, вот. Единственное, что, как бы, тут я бы, наверное, подчеркнул, что эти люди не очень провоенно настроены, да, и поэтому они, наверное, могут так выражаться. Да, да, то есть это не партия войны, да, а партия молчания, партия мира сложно назвать, но, как бы, во всяком случае, они не ярые, как бы, сторонники. И вот у них начинается, как бы, такое прозрение и, ну, депрессивное настроение, в том числе, потому что они не считают эту войну своей, да, и могут уже так более честно говорить об этом. Андрей, ну, если я вот правильно понял из твоего текста, вот эта партия молчания, это не только представители бизнеса, насколько я понимаю, это еще в этой партии молчания, так называемый, есть и, в общем, члены правительства тоже, правда? Вообще, что это значит? Кто эти люди? Это чиновники правительства, которые из-за войны вынуждены работать в очень кризисных условиях, которые, в принципе, понимают, что значит санкции, каким последствиям они приводят, что, в общем, каких-то перспектив, да, хороших они не видят, поэтому у них тоже вот такие, как бы, депрессивные настроения, еще к тому же, как бы, отчетливо, да, видно, что что-то на фронте не получается, пусть им это, может, не близко, да, как бы, происходящее, они не болеют, да, прям, вот, за войну и что-то еще, но, тем не менее, вот, как бы, на фоне усилий каких-то, да, их по спасению экономики, это, конечно, им оптимизма тоже все не прибавляет. А вот интересно, Андрей, как говорят твои источники, что вообще они думают о том, что Путин об отступлении из Херсона уже почти две недели молчит, вместо этого фермы открывает индюшачьи? Ну, президента не очень любят обсуждать, да, и вот эту историю тоже, как бы, не обсуждают, да, вот, предпочитают вот это не обсуждать. Ну, как бы, с имиджевой точки зрения это понятно, да, и, в принципе, с точки зрения информационной картины тоже понятно, потому что Путин же работает в своих публичных выступлениях, появлениях на обывателя, да, на обычного гражданина, но обычный гражданин, я не думаю, что он воспринимает это как какое-то поражение или какое-то вот такое значимое событие, потому что, как мы помним, вот это присоединение официальное, да, подписание документов, там, голосование в парламенте, оно проходило на фоне мобилизации, и от этого все эти праздники, организованные Кремлем, прошли, в общем-то, мимо, да, и вот я в материале приводил результаты опросов компании Russian Field независимой, и, в принципе, ну, вот, даже москвичи, а москвичи, мы будем иметь в виду, пользуются интернетом, в том числе телеграм-каналы читают, и провластные какие-то, да, и военкоров где-то заметно, в общем, они это происшествие воспринимают как бы, ну, достаточно спокойно и без, ну, без энтузиазма, что ли, да, и без горя, и даже само вот как бы присоединение их не обрадовало, поэтому тут Путин как бы работает, это понятно, почему так он действует, да, то есть, в принципе, особо для большинства граждан этого события как бы и нет, да, то есть, это некие маневры на фронте и все, да, а не оставление там такой приятной, приятного приобретения. Ну, вот, да, но при этом ты пишешь, что в Кремле при этом остаются определенные надежды, что еще возможны победы, и в том числе, что меня очень удивило в твоем тексте, путем резкого изменения политической ситуации в Украине, возможно, отставки Зеленского, а вот скажи, ты понимаешь, на основании каких данных вообще в Москве ждут отставки Зеленского? Ну, как один из собеседников сказал, назвал эти мысли, что это люди бредят, вот, я думаю, мы тоже их немножко так воспринимаем, эти мысли. Я полагаю, что вот это такие вот странные взгляды возникли как раз во время того, вот, если ты помнишь, в какой-то момент Зеленский начал как бы упоминать переговоры, а главком Залужный сказал, что никаких переговоров, ну, украинские военные никаких переговоров слышать не хотят. То есть вот на это малейшее противоречие возникло? Думаю, да. Да, потому что, ну, это же еще накладывается совсем на вот такое старое, такие события, когда тоже, если вспомнишь, Путин, наверное, в марте-апреле говорил, что я обращаюсь к украинским военным, давайте мы с вами разговаривать, смещайте власть. Вот, видимо, вот это представление о том, что украинские военные чем-то недовольны, да, вот, глубоко и способны на какой-то пуч или что-то, то есть с тех пор они живут, да, и вот какие-то свидетельства, да, публичные о разногласиях, да, еще непонятные разногласия, ну, формально, да, если про публичные высказывания говорить, наверное, какие-то разногласия. Сразу начинается, что вот, какие-то трения там, значит, а это политический кризис, соответственно, власть поменяется, а там мы посмотрим. Ну, это, конечно, больше мечты, да, если не будем, как Путин выражаться, все время про бред говорит, просто какие-то фантазии. Да, ну, совершенно удивительная история, что вот на такие совершенно незначительные противоречия на старой площади реагируют. Я напомню нашим зрителям, что вообще-то и сам Владимир Зеленский говорил, что переговоры с Путиным невозможны, и даже закон, в общем, специальный в Украине на эту тему подписан. Андрей, спасибо тебе большое за твои инсайды. Андрей Перцев, обзреватель «Медузы» о пессимистических настроениях российской элиты после отступления российской армии из Херсона. Андрей, спасибо тебе большое. Это прямой эфир канала «Настоящее время». В конце нашей трансляции напомню вам поставить лайк под этой трансляцией, чтобы ее увидело больше зрителей. Мы открываем информационное вещание настоящего времени по будням в 9 часов утра по Киеву и 10 по Минску и Москве. Спасибо, что провели с нами последний час. Меня зовут Алексей Александров. До встречи.